Это центральные очистные сооружения. Они должны перерабатывать стоки со всего Первореченского, Фрунсенского и части Ленинского районов. Субстанции неприятного цвета и характерного запаха движутся по траектории. Стоки попадают сначала в сортировочную, потом в бассейн. Потом вода уходит в песчаные фильтры и последняя стадия очистки – ультрафиолет. Теперь эту воду можно пить, но ее сбрасывают в море. Это современная очистка стандарта Европы. Только во Владивостоке вот такие современные очистные сооружения не работают даже в половину своей мощности. На данном этапе эти очистные сооружения принимают 45 тысяч кубов в сутки. Всего лишь? Пока всего лишь. Почему? Значит, максимальная подача на эти очистные сооружения планируется где-то порядка 110-120 тысяч. Чиновники и СМИ уже объявили о том, что очистные сооружения запущены. Теперь выяснилось, что до ввода объекта в эксплуатацию еще далеко. Главным заказчиком и подрядчиком работ был Приморский водоканал. Свой недострой краевое учреждение объясняет нехваткой финансов. И это при том, что на возведение объекта центр выделил 9 миллиардов федеральных рублей. По одной версии водоканал нерационально использовал свои деньги. По версии водоканала в бюджет был заложен не весь объем работ. 9 миллиардов – это деньги на строительство одних только площадок, а насосные станции и сети почему-то не были учтены. Проще говоря, бассейны построили, а про трубы к ним забыли. Сейчас очистные, значит, они берут стоки от Снеговой пади, Первореченский район, часть там Советского прихватываем и все, пожалуй. Как обычно, деньги на достройку объекта саммита хотели взять в краевом бюджете. Но на этот раз край отказал. Запрашиваемые 2 миллиарда рублей водоканал удали, только в кредиты под проценты. Работы по достройке объекта начались меньше месяца назад. И теперь сроки его сдачи выглядят так. В мае 2014 года Приморский водоканал готов полностью запустить центральные очистные. А к 2015-му запустить в работу все, включая южные очистные. Сегодня при стопроцентной готовности площадок они вообще не работают. Екатерина Чернакова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.